У меня такое вопрос. А не поспешило на ЗК закрытый реестр Е-декларации? Вот выглядит ситуация так, что именно этот факт, он как-то провокировал такую бурхливую реакцию наших международных партнеров. Знаете, тут нужно разобраться, в самом начале нужна ли нам антикоррупционная инфраструктура и нужно ли бороться с коррупцией. Думаю, что люди, которые находятся по ту сторону экрана, они все скажут, что однозначно нужно. Эффективна ли эта антикоррупционная инфраструктура? Я думаю, что и по ту сторону экрана все скажут, что бороться с отреба. Люди все хотят, чтобы в Украине не было коррупции. Эффективна ли эти антикоррупционные все органы инфраструктура? На мой взгляд, однозначно нет. Они показали полную свою неэффективность, недееспособность, затраты огромные из бюджета. На ЗК, на мой взгляд, поступило абсолютно политически. Не было никаких, наверное, правовых оснований для того, чтобы закрывать реестр. Которые таким образом хотели надавить на власть, показать ему обществу, что они не согласны с тем решением Конституционного суда, которое якобы, вроде бы, забирает у них полномочия. Мог ли президент вносить такую законодательную инициативу? Безусловно, мог. Но, как сказали коллеги, у нас парламентская президентская республика. И именно парламент будет принимать решение, какие законы, точнее, законопроекты станут законами. Поэтому мы будем собираться на заседание фракции. Уже в понедельник у нас уже по информации предварительно должно состояться такое заседание. И на нем принимать решение. За, против, кто будет поддерживать. Лично я вижу совсем другой выход из этой ситуации. Я буду предлагать офису президента, президенту, так как у нас было когда-то с освобождением от ответственности, антиконституционным признан ответственность за незаконное обогащение. Президент нес законопроект, мы проголосовали его в первом, в втором чтении и поставили все на свои места. Будьте здоровы. Так что я думаю, что у нас должна быть тоже здоровая система, правовая. Мы примем необходимые законы, точно антикоррупционная инфраструктура, она будет работать. И мы найдем правовой механизм для того, чтобы эти ситуации регулировать. Ну, смотрите, НАЗК тогда поспешила. НАЗК поспешила, але чомусь ДБР викликают голову Конституционного суду, а не голову НАЗК, якого бы малось питать, а чому вы закрыли реестр? Может, нужно было порадить, растлумачить это решение перед тем, как закрывать? Я направил депутатское обращение руководителя национального антикоррупционного у нас против действия коррупции, агентства, чтобы он дал пояснение, на каком основании были закрыты реестры. Потому что какие были правовые основания, либо это была самодеятельность для того, чтобы часть общества, которое поддерживает так называемую антикоррупционную инфраструктуру, возбудилась, либо были какие-то правовые основания. Скажу вам свою точку зрения, наверное, правовых оснований не было. Поэтому точно президент Зеленский в правильном пути, он сказал о том, что у нас должна быть диспособна антикоррупционная инфраструктура, мы не можем допустить того, чтобы коррупционеров не привлекали к ответственности, но мы должны таким образом посоветовать президенту сделать, чтобы это было все в соответствии с Конституцией и в соответствии с действием законодательством, чтобы это не привело к тому, что у нас будет конституционный кризис, а после этого и политический кризис. Мы точно как парламентария этого не допустим. Господин Александр, можно больше широкое вопрос? Поправьте меня, если я не прав. Но я правильно вас почув и зрозумел. Вы поддерживаете решение Конституционного суда? Я как законопослушный гражданин, я не могу не поддержаться решению Конституционного суда. Это, во-первых, как юрист, это нормально. Но мне оно может не нравиться. Мне может не нравиться то, что меняют какие-то антикоррупционные нормы. Но в то же время мы должны усовершенствовать законодательство. И я буду предлагать президенту альтернативный вариант решения данной проблемы, которая сложилась. Альтернативный. Я не вижу сейчас объективно необходимое количество поддержки голосов в парламенте за тот законопроект, который был внесен президентом, на который он, безусловно, имеет право. И я точно поддерживаю президента в том, что он хочет, чтобы антикоррупционная инфраструктура была рабочей, и чтобы все-таки у нас не ухудшались отношения с евроантическими всеми нашими парламентами. То есть вы голосоватимете за законопроекты, я правильно понимаю? У нас есть такой орган, который называется фракция. Если 70% фракции будет поддерживать необходимость голосования этого законопроекта, мы должны будем подкориться этому решению. Но я уверен, что я смогу убедить часть той фракции, которая еще не определилась, в том, что мы должны разработать альтернативный механизм. Если у Конституционного суда есть какие-либо претензии к частям каким-то пунктам законов, так называемых антикоррупционных, мы можем внести альтернативные законопроекты, чтобы они соответствовали Конституции, согласно решению Конституционного суда, и проголосовать их в парламенте, и возобновить те пункты, которые сейчас утратили свою конституционность и силу. То есть вы планируете выступить таким стабилизатором ситуации, правильно? Я думаю, что мы должны принимать мудрые решения в любом случае. То есть оно должно быть таким, которое бы соответствовало и духу борьбы с нашей ситуацией, которая сложилась с коррупцией, но при этом она строго соответствовала Конституции, и это не привело к тем последствиям, которые может привести все-таки к дестабилизации Конституционной политики. Я сразумила... Дякую.